В Шенкурском районе на трассе М8 автомобиль Ниссан Альмера въехал в грузовик. Женщина-пассажир легковушки погибла на месте. Ее муж госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал. Все обстоятельства аварии выясняются. До конца этого года областное правительство запланировало открыть дополнительно 810 мест в детских садах. Всего в Архангельской области работает 603 дошкольных организаций. Их посещают более 61 тысячи детей. Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о штрафах за нарушение требований эксплуатации шин и колес. Парламентарии предлагают тех автовладельцев, кто не сменит летнюю резину на зимнюю или же будет ездить на лысой резине, штрафовать на 2000 рублей. А как к такому законопроекту относятся сами водители, сотрудники ГИБДД и работники шиномонтажек. Наш подробный рассказ об этом в итоговом выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут. В Устьянском районе открыт новый мост длиной 154 метра. Его возвели почти за год. Мост не имеет ограничений по грузоподъемности и не боится паводка или дохода. Сегодня в АГКЦ в 5 часов вечера пройдет концерт «Дань памяти», посвященный 25-летию мемориала «Площадь памяти» на Вологодском кладбище. В фойе культурного центра откроется фотовыставка, на которой будут представлены кадры из личных архивов участников боевых действий. Сегодня на сцене Центру «Патриот» пройдет бенефис народной артистки России Светланы Михайловой. За 38 лет работы в театре актрисой создано более 80 образов. В 2003 году Светлана Михайлова стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа актера» за роль Хертруда в спектакле «Хамлет. Датский принц». В 2011 году указом президента актрисе было присвоено название «Народной артистки России». «Народной артистки России».